итак сегодня вялем помидоры для этого мы берем сливовидные помидоры там мякоти больше разрезаем пополам я бы на самом деле сельцевину не удаляла если бы здесь семечек было поменьше но она у меня такая сочная если у вас более мясистая можете ее оставить но вот семечек когда много они когда будут подсыхать семечки становится очень твердыми и не очень приятно их кушать поэтому удаляются они очень легко вот так вот просто счищаем эту сердцевину можно потом не выбрасывать а добавить куда-нибудь какое-нибудь блюдо и вот плодоножку тоже обязательно срезать надо вот так вот цепляем ложечкой или ножом все счищается легко видите здесь все равно мякоти много толстая такая хорошая помидорка у меня слишком спелые не берите такие мягкие не надо брать у них как раз такие совсем очень много сока и такие мягкие особо не годятся итак счистили всю сердцевину вот так вот вот это вот не выбрасываем можно добавить в каком-то другое блюдо в суп так что это оставляем а то что почистили добавим соль просто обычную крупную соль вот так вот добавлю одна ложка здесь у меня кило где-то 400 с лишним и полтора килограмма получается ложка и половина это немного не волнуйтесь помидору возьму сколько соли сколько не надо хорошенько мешаем видите из-за соли выделяется жидкость вот то что нам и надо вот она поэтому ставим сито пересыпаем все сюда и и стараемся чтобы они были сердцевиной вниз чтобы там лишняя жидкость вся стекла вот так вот можно друг на друга просто лицом вниз и оставляем вот так вот где-то на час-полтора можно два и так прошло у нас полтора часа даже час сорок где то если у вас есть время можете оставить и на побольше лилая пергаментной бумагой противень который будем все это сушить лицом наверх собираем собираемся на этот противень собираем близко друг другу потому что они это будут сушиться они станут маленькими и места освободиться больше поэтому можно прям притык еще раз напомню солила я в общем было у меня полтора килограмма помидоров вместе с мякотью поэтому естественно когда мякоть убрали там уже осталось поменьше но я не взвешивала я общие если взяла полтора килограмма помидоров посолила где-то полторы столовой ложки без горки так вот и вы можете сейчас вот в этот момент попробовать я уже даже попробовала значит вот здесь вот помидорки уже вообще соль так нормально не не чувствуется сильно а вот вода которая стекла с него жидкость вот там уже соленая то есть соль уже забрала всю жидкость а жидкая забрала всю с собой и уплыли так вот сейчас покажу сколько жидкости выделилась это при том что здесь нету мякоти вот сколько жидкости выделилась это вот еще без мякоти все это теперь этот противень с помидорками отправляем мы в духовку я включила я включила режим конвекции и здесь 100 градусов и поставила на два с половиной часа пока что буду смотреть здесь у вас нет конвекции пускай они чуть подольше продержится так прошло у нас значит два с половиной часа посмотрим вместе я уже вижу что пока что не готова видите они еще влажные вот так вот если нажать открыть и открыть видно блестит влага еще полтора часа посмотрю может быть потом еще добавлю итак просушились наши памятника не выглядит сушила я где-то четыре с половиной часа видите они мягкие но сухие нет влаги поэтому не пересушите вместе не хотите получить деревянные прям вот помидорки того как вы подсушите их дайте остыть потому что надо еще учитывать то что когда они остывают тоже немножко подсыхают не собирайте в баночке в горячем виде потому что от них в баночке собирается пар и образуется вода дальнейшем она может испортиться из-за этого теперь собираем баночки что я для начала делаю значит сюда у меня итальянские травы можно на не везде продаются можно прованские называются травы если где-то кто-то живет там где нет так такой приправы я скажу вам состав можете просто по отдельности эти травы добавить орегано базилик майоран розмарин чабир тимьян и шалфей вот насыпаем немножко в эту посуду чтобы было легче нам их добавлять сюда же добавляю я сушеный базилик сушила я его сама базилика сделаем побольше там есть базилик но я думаю вот запах отдает тимяна больше там поэтому хочу чтобы запаха базилика было больше вот так вот здесь у меня несколько зубчиков чеснока и черный перец горошком значит чеснок нарезаем на тоненькие пластинки чтобы место мало занимала и так будет вкус поярче значит у меня здесь сушеный перец острый сама сушила прошлом году вот так вот отломаю маленький кусочек для пикантности значит на дно банки бросаем банку я не стерилизовала потому что буду сейчас все равно стерилизовать и нет смысла стерилизовать банку если мы добавляем чеснок и вот сушеные травы то есть все равно бессмысленно это делать сейчас вместе со всеми будем стерилизовать значит на дно банки насыпаем травы кладем несколько зубчиков чеснока но долик чеснока которые нарезали острый перец горошек черный перец горошек дальше кладем сюда наши помидорки немножко наливаем масло масло я наливаю в каждый ряд иногда бывает если утрамбовывать сильно помидоры там остается где-то пространство где не доходит масло поэтому каждый ряд вот так вот насыпаем немножко трав с травами тоже не переборщить и всему есть своя норма дальше снова помидоры снова масло если много утрамбовать до масло получается поменьше но через несколько дней лучше оставить место побольше для масла и лучше масло побольше добавить потому что через несколько дней помидорки впитает в себя масло и получится что масло осталось совсем мало придется открыть и добавить если вы планируете скором времени кушать там не через неделю допустим да можно так и делать но я планирую его надолго оставлять хотя бы на полгода поэтому я буду стилизовать и не буду открывать банку я лучше масло побольше добавлю масло я добавляю пока холодный ты стилизация она все нагреется все будет нормально вот так вот добавляем чеснок дальше снова масло вот так вот получается наверху осталось еще немножко место для масла наливаем теперь масло до верху кастрюлю тряпочку наливаем холодной воды потому что масло и баночка у нас холодные ставим баночку сюда сейчас добавлю еще воды наливаем воды до плечиков закрываем крышечкой просто вот так вот прикрываем но не закручиваем я вот тоже закрою так крышечкой чтобы закипела быстрее и хорошо нагрелась вода в кастрюле закипела открываем крышку стерилизуем дальше без крышки и вот так вот после того как закипела стерилизуем 10-12 минут прошло у меня 12 минут достаем нашу банку и как обычно пока я протираю банку наливаю кипяток в крышку там она дополнительно промоется протираем банку осторожно банка горячая все крышка дополнительно сполоснули берем чистую салфетку хорошенько протираем протираем и быстренько закрываем посмотрите какая красота получается пока не перевернула хочу вам показать вот столько получается из полтора килограмма помидоров здесь 400 400 граммовая банка вот столько получается переворачиваем что хочу еще сказать я добавила сюда подсолнечное рафинированное масло если хотите хранить как я долго хотя бы полгода или год лучше вот так вот стерилизовать банки так они все равномерно простерилизуются плюс еще помидорки тоже как бы дополнительно нагреются и вот так вот крышка и баночка тоже у меня простерилизовалась заодно и так они хранятся подольше при такой стерилизации как я вам показала его можно хранить в шкафах ну конечно не там где совсем жарко а в прохладном месте но так они хранятся подольше чем допустим не стерилизованные 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 обязательно нужно хранить тогда только в холодильнике вот что еще хотите использовать можно для бутербродов для разных соусов для разных соусов для спагетти очень вкусно получается в общем получается мало но очень вкусно хочу еще сказать в теплых краях они сушат все во дворе на солнце у нас такого солнца нету в питере можно сушить еще в сушильных аппаратах специальных но по моему мнению в духовке она получается вкуснее она плюс еще к тому же еще чуть-чуть дает вкус как бы запеченный поэтому она получается в духовке более такой вкус насыщенный не пресной вот надеюсь вам все объяснило понятно надеюсь вам все понравилось подписывайтесь ставьте лайки спасибо всем за хорошие отзывы всем пока пока